привет друзья сегодня будет необычайная тема я бы ее обозначил как империя духа вообще интересное название причем она к потопам ко всему тому что происходит вокруг нас а начну я издалека и начну с маленького события открываю я канал смотрю мне прилетает какой-то страйк за то что когда-то года три назад это мое субъективное естественно мнение я говоря что-то украине сказал помимо всего прочих что эта страна диких обезьян кто-то мне поправил обезьян и ответил не обезьян потому что в моей трактовке с моей точки зрения диких это понятно обезьян это не образованных почему и на каком фоне это все возникало потому что люди которые за печенье данное неизвестным человеком начали прыгать да так прыгали что разрушили собственную страну не понимая основных основополагающих законов государства украинского где основным законом который на массовом референдуме еще 91 года была принята конституция до этого в общем то с этим все согласились конституция основной закон страны по которой живет страна и население если дикие и малообразованные племена начинают за то что их покормили печеньем не все конечно не все до у многих по три диплома на которые тоже подпрыгивали и это показывает о том что необразованные люди от кормежки им дали команду скакать и они скакали да да скакались до того что пробили дно в мусорном бачке и полетели вниз с мусором на весь этот европейский котел ну можно как угодно это мое субъективное мнение это меня не обижает я на это не обижаюсь я даже извиниться могу если хотите потому что каждому что-то слышится но так как у нас соответствии с конституцией каждый имеет право высказать свое мнение я его естественно высказываю но я сейчас перейду к самому главному повествованию что многие забыли что начиная с 2012 года у нас начались колоссальные колоски космические изменения но и это не самое главное это понятно для некоторых или для многих хотя на это никто не обращает внимание мы сейчас живем в эпоху водолея и внимательные слушатели мои и вообще внимательные люди неважно в какой стране и где они проживают они обращают внимание что в природе окружающие нас а мы являемся как муравей в лесу бежит и которые думают ой я там построю дом да происходит события вокруг нас и чтобы мы не думали и чтобы мы не делали в подавляющем своем большинстве мы подчинены хотим и того или нет законам мироздания и тем законом и мы живем и живем сейчас в эпоху водолея которая живет абсолютно по своим законам несмотря на то что вокруг нас проходят целые картины знаки стремительно меняющегося мира мы этого не видим вернее многие из тех которые скакали ли скачут которые знают что есть конституция но полностью игнорируют знаешь ее судебная система но вообще на нее не обращать внимание это говорит о том что вот та среда в которую мы попали начинает размывать устои предыдущего предыдущего предыдущей эпохи и несет нас как вот водяным таким стремительным неудержимым неуправляемый по разумению многих течением куда-то вперед куда-то в непонятную даль в будущее что же на самом деле происходит опять же обращаясь своим любимым и уважаемым подписчикам нас засосала водяная пучина в водоворот событий и они идут необратимо опять же кто видит кто пытается что-то разобраться видишь что наводнение цунами какие-то события связанные с водность с водной стихией постепенно по увеличиваешься амплитуде повторяются все чаще и чаще то где-то идут проливные дожди смывает целые склоны плывут берега то где-то налетает цунами то где-то засуха а потом идет сильный дождь европа тонет в паводковых в паводковых потоках и это происходит по всей планете тают льды кто-то кричит и говорит это потепление люди виноваты нужно уменьшать co2 а то что вулкан за один день своей работы ну большой вулкан выделяет столько как все человечество своим co2 это никто не обращает внимание хотя больший урон человека там где он заливает химикатами и всякими гадкими то есть уничтожает свою выжигает свою среду обитания поэтому но это граничная часть эпохи водолея вода сейчас будет смывать все ведь мы ведь тоже состоим из воды кто-то больше кто-то меньше детишки больше в новорожденные все состоит из воды молодые деревья имеет там 80 процентов старые меньше точно так же как и люди еще раз повторю мы сейчас живем в первый период эпохи водолея которая будет продолжаться 2160 лет споры идут на страницах интернета в сетях многие люди что-то говорят но не важно когда она началась вчера или позавчера это в космическом понятии в космических измерениях это вообще ничего но вода как носитель информации и вода как основа жизни на земле показывает свой норов и вода же опять очищает землю от греховности предыдущего знака того же знака рыб до вода смывает все грехи вода стабилизирует вода и космос имеет такую силу что если кто-то думает что он в чем-то разбирается очень хорошо на самом деле это не так и дух видал видал над водой кто читал библию может вспомнить такое и был день там такой то да можно много говорить приводить примеров но дух над водой во всем космосе во всем нашем мире в котором мы живем вода будет очищать планету от греховности чистить планету от всего того безобразия которое человечество или отдельные люди сотворили в предыдущие столетия но над всем этим летает летал и будет летать дух который и будет управлять происходящими процессами как бы люди которые на восемьдесят а то и на сто процентов состоят из твердых частиц тела которых закоксованные они не могут чувствовать тех изменений которые происходят в космическом масштабе и только те люди которые в силу определенных причин понимают происходящее событие понимают они тоже в силу определенной предрасположенности или в силу данных им возможностей понимают куда стремится планета и что она все равно будет очищаться многие большие города стоят на подземных озерах стоят на подземных так называемых линзах и так как в последнее время геологические исследования перед постройкой больших многоэтажных зданий не ведутся это в конечном счете приведет к определенным последствиям точно также настроив в конце эпохи рыб массу гидроэлектростанций человек нарушил циркуляцию своеобразных лимфатических систем планеты коими является вода что ввел состояние экологии в определенный дисбаланс и вот сейчас это все будет происходить по нарастающих как когда что будет происходить это известно только духу который летает над водой и так как он посчитает так и будет происходить там или там или там или там мы настолько бренны мы настолько подвержены тем простым земным страстям которые нам кажутся обыденностью что мы не видим надвигающихся на нас колоссальных изменений и если человек думает что резаная бумага или деньги или еще что то что то решают да это один из инструментов улучшения воздействия как ни называйте но над всей планетой покрытой водной водной поверхностью вода вверху над нами вода перед нами вода под нами воду мы употребляем в пищу без воды ни туда и ни сюда поэтому свое сегодняшнее повествование своим сегодняшним повестванием я хочу донести до каждого из моих любимых слушателей что будьте более внимательны к происходящим вокруг вас событиям все что происходит вот это на последнем пике своеобразной конфронтации пытающиеся это как маленькие дети плюхаются в болоте или в луже асфальтной что бы они ни делали они обсохнут потом но над всем этим в меньшей или большей степени стоит в этом периоде в этой эпохе вода вода может быть мягкой вода может быть средств средой в котором человек рыбы все остальное может плавать вода может быть потребляться как источник пополнения водных запасов в организме вода может быть газообразной то есть она меняя свое состояние тоже таким же образом очищается вода может быть твердой в виде льда и тоже делать определенные действия то есть вода настолько многолика даже в тех состояниях в которых она присутствует в понимании современного человека она приносит колоссальные изменения в нашу жизнь я уже не говорю о том что человек как часть водной стихии создан так что когда ему нету возможности напиться воды он может до 25 процентов запасов необходимых водных в организме пополнять за счет потребления через кожу но это отдельная тема я сейчас не буду сюда уходить поэтому вот именно вода будет осуществлять очистку планеты от безобразий которые натворили сотворили ну неправильно сделали люди и дух святой будет направлять людей путников которые будут плыть в волнах этого невидимого космического океана будет направлять их пути туда к тем берегам и осколкам суши образно которым устремится часть человечества которая будет осознавать что меняясь с эпохой и улучшая свои какие-то действия по отношению к планете которая является живым организмом появляется шанс на определенные какие-то бонусы не на печеньки уж точно те же кто останется в своем закаменелом наверное неправильно сказать в диком невежественном состоянии они подобно камням пойдут на такое виртуальное дно быстро меняющейся наступающей неотратима на нас эпохи как бы человек не думал что я ба 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 и разные речи никто не отменял и государственное никто не отменял законов космоса никто не отменял правильности поведения в соответствии с законами космоса точно так же как никто в отдельно взятой стране допустим которая живет по конституции не отменял законов и если человек человек, возгордившись так, вступает в противоречие с законом, получается руина, разруха, скрежет зубов или бульканье. Тот же, кто живет по закону, по закону не только написанному людьми, но и по законам космоса, тот и может дальше плыть на бескрайных просторах космоса, туда, куда дух будет направлять этого человека. С вами был канал Компере, Константин Перегуда, со своими маленькими замечаниями о том, что мы живем в эпоху Водолея.